Здравствуйте! Канал ИТОН ТВ представляет программу «Тема дня». С вами в студии я, Михаил Юровский. Религиозному фанатику-рецидивисту Ишаю Шлисселю предъявлены обвинения в убийстве 16-летней Ширыбанки и покушению на убийство шестерых граждан. Чуть ранее он был признан вменяемым в результате психиатрической экспертизы и подлежащим суду. О том, какие возможные сценарии развития процесса нас ожидают, мы решили узнать у специалиста по уголовным делам адвоката Александра Фрэнкеля. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Михаил. Итак, будет ли он признан террористом или же, в кавычках, простым убийцей? Начнем с этого. То, что отличает, как вы говорите, обычного убийцу от человека, совершающего данные преступления в целях террора, является то, что террор – это убийство или любое правонарушение, совершаемое с целью каким-то образом повлиять на существующий в стране социальный уклад, общественный строй, изменить некую политическую формацию, преследовать некий общественный интерес. В данной ситуации трудно ответить на вопрос, как будет квалифицировано в итоге его преступление. Это больше в области предсказаний будущего. Если мы говорим о сугубо юридических аспектах ситуации, то суд будет решать этот вопрос. Я предполагаю, что перед судом будут стоять определенные доводы в пользу решения о квалификации данного дела, как то, что мы на иврите называем масса террор, террористический акт, так и против. Тяжело сказать, каков будет исход этого дела, и, собственно, не имея перед глазами непосредственно материалов данного уголовного дела, исходя из того, что публикуется в прессе, потому что мы все на этом этапе знаем только то, что опубликовано. Тяжело. В пользу того, что данное преступление может быть квалифицировано как террористическое действие, говорит то, что сам обвиняемый, если верить публикациям, основываясь на публикациях в прессе, объясняет свое поведение таким образом, что он таким образом решил, еще раз, этому нет оправдания, но таким образом он решил бороться с ситуацией, в которой в святом городе Иерусалиме проходят гей-парады, которые с точки зрения религии как бы трактуются как преступления, с точки зрения чисто религиозных законов. Поэтому на суде, опять же, исходя из того, что было опубликовано, он сказал, что если вы желаете, чтобы таких вещей не повторялось, то запретите гей-парады. В Иерусалиме. В Иерусалиме. Естественно, что в данном случае виден явный мотив у человека повлиять своим поступком на сложившееся в определенном смысле общественное устройство общества. Это элемент в пользу терроризма. Это элемент, который, безусловно, показывает мотив террориста. То есть своим действием он не просто убил человека, потому что этот человек каким-то образом оказался целью его как убийцы. То есть не из-за межличностных отношений между лично убийцей, обвиняемым, и между жертвой преступления. А убийство было совершено... Часть некого коллектива. Нет, не в этом дело. Убийство было совершено с целью... Запугать. ...предотвратить проведение в Иерусалиме гей-парадов, таким образом повлияв на общественное мнение, сложившееся в пользу того, что люди, представители сексуальных групп населения имеют право проводить гей-парады. То есть человек, убивая, говорит так. Я диктую обществу, что если вы хотите, чтобы подобного рода действия не повторялись, запретите гей-парады в Иерусалиме. Естественно, что это попытка повлиять каким-то образом, преследовать общественно-политические какие-то свои взгляды, да, в данном случае. Я сейчас говорю с юридической точки зрения, потому что важно заметить, что с точки зрения общечеловеческой вряд ли можно оправдать такое убийство, и это ужасный акт, привлекший за собой трагедию, смерть молодой девочки, и это ужасно на самом деле. Но если мы сейчас говорим о научной стороне проблемы, в том смысле, как квалифицировать его действия с юридической точки зрения, то да, такое утверждение может являться мотивом терроризма. С другой стороны, учитывая то, что вот такая классификация преступления, как террористического акта, имеет за собой ряд глубоко идущих юридических последствий, это другая доказательная база, это другое законодательство, действующее на данные преступления, это другое наказание, которое предусмотрено за такого плана преступления, за деяние такого характера. Поэтому мне тяжело сказать, что в итоге решит суд, потому что подход будет более широким, более сложным к проблеме. И, собственно, я не думаю, что в данном случае, учитывая нашу юридическую систему, израильскую, с точки зрения, опять-таки, юриста, будет очень большая разница в плане вынесения наказания, в плане вынесения приговора, будет ли это квалифицировано как терроризм, или будет это квалифицировано как преднамеренное убийство. Я не думаю, что будет существенная разница в назначенном наказании в данном процессе. Ну вот, собственно, это и ответ на Ваш вопрос. Понятно. Поскольку это рецидив преступления, он уже совершил похожее преступление без жертв, но, да, то очевидно, что наказание будет очень суровым. Но все-таки могут ли адвокаты, чисто теоретически, вам как к юристу вопрос, можно ли найти какие-то смягчающие вину обстоятельства? Ситуация обстоит таким образом. Очень важно разделить здесь, для того, чтобы человек, не обладающий юридическим образованием и просматривающий данную программу, чтобы он очень четко понимал разницу между смягчающими обстоятельствами и то, что мы имеем под этим термином в виду, с точки зрения общечеловеческой логики, очень сильно отличается от того, что в суде квалифицируется как смягчающие обстоятельства. Это разные понятия. Смягчающих обстоятельств в данном деле с общечеловеческих точек зрения лично я не вижу. Оправдать это с общечеловеческой позицией невозможно. Это страшное преступление. Может быть, состояние аффекта? И вряд ли. Нет, ну какое же состояние аффекта? Состояние аффекта – это когда человек не контролирует выброс своих эмоций. Это тот момент, когда он попадает в определенную ситуацию, где он автоматически производит некие действия. В состоянии аффекта, не понимая в данном случае, что он делает. Будучи вменяемым, но не понимая, что он делает в данном случае. То есть, к аффекту может привести какое-то чрезмерно сильное потрясение, которого не было в данном случае. Более того, я вам скажу, что это не только не был аффект в его юридическом понимании. Более того, его полицейские, которые были в охранении, есть, опять-таки, основываясь на публикациях. Полицейские, которые были в охранении, сумели предотвратить первый его выход вот на место, где произошло самоубийство. Он обошел и вошел туда несколько с другого угла, с другой стороны. Поэтому говорить здесь об аффекте невозможно. Здесь аффекта не было. Почти однозначно могу сказать. Смягчающие обстоятельства с юридической точки зрения, безусловно, будут подняты защитой, потому что они поднимаются в рамках любого юридического процесса. Закон говорит, что в пользу любого обвиняемого, независимо от того, насколько ужасно и отвратительно то, что он совершил, закон цивилизованного государства, уголовный кодекс, говорит, что существуют определенные, опять-таки, проговоренные в процедуральных нормах и в прецедентарной базе вещи, факты, которые могут быть признаны как смягчающие обстоятельства при вынесении наказания. Безусловно, что в данном случае профессия адвоката, работа адвоката в этом деле будет безумно тяжелой. Его представляет общественный защитник. То есть он не нанимал частного адвоката? Нет, он не нанимал частного адвоката. Его представляет на этом этапе общественный защитник, представитель института общественной защиты, то, что мы на иврите называем Санегория Цибурит. Там немножко другая система. Если частный адвокат имеет привилегию выбирать своего клиента, то там, если человек назначен, адвокат назначен к защите, путем каких-либо им известных операций, жеребьевки или решения какого-то другого. Я не знаю, как они решают, но если человек назначен, адвокат назначен к защите, он фактически, строго говоря, не имеет права отказаться от защиты. То есть у него нет здесь аспекта выбора. Ему назначен общественный защитник. Я думаю, я предполагаю, что в качестве смягчающих обстоятельств будут рассмотрены какие-то личностные характеристики человека, его прошлое поведение. В данном случае оно очень сильно осложняется рецидивом. Но наверняка может найтись какая-то деятельность, которая говорит в какой-то степени в пользу смягчения приговора к нему. Может быть, еще раз я говорю, это предположения, основанные на той информации, которая прозвучала в прессе. Ну, раскаяния там нет, он даже не признает юрисдикцию суда. То есть он говорит, что вы неуполномочены судить меня по законам Торы, а, соответственно, я не признаю ваше право меня судить вообще. То есть он ощущает себя неким посланником Божьей воли, неким мучеником? Мне тяжело говорить о таком ужасном действии, и при этом, чтобы человек ощущал себя посланником Божьей воли, не знаю. Но говорит он так, что гражданский суд, тот, который судит по уголовному кодексу, а не по законам, как он говорит, не по законам Торы, его судить полномочий не имеет. Соответственно, никакого раскаяния здесь нет. И более того, когда он спрашивал вот это утверждение о том, что если вы хотите, чтобы прекратились теракты такого характера, запретите гей-парады. Ну, мне тяжело себе представить, на данном этапе его высказываний, на данном этапе суда, скажем так, не прослеживается никаких объективных данных о раскаянии человека, это раз, а второе – это рецидив. Понятно. Можете ли вы прогнозировать, каким будет наказание? Я думаю, я… Еще раз, прогноз, не основанный на детальном изучении самого дела, это прогноз, скажем так, это беседа двух людей, обычная. Однозначно, конечно. Это не экспертное заключение юриста, приглашенного в программу. Я предполагаю, конечно, что здесь будет вынесено непосредственно за убийство девочки, блаженна память, будет дан приговор о пожизненном заключении, потому что это, мне кажется, что суд признает это убийство преднамеренным, потому что ему предшествовали все критерии, оговоренные законом, то, что отличает преднамеренное убийство от непреднамеренного. То есть, как бы его подготовка, планирование заранее, отсутствие провокации. Но что он купил заранее. Заранее. Он готовился заранее. Тот факт, что он обошел охранение и зашел с другой стороны, тоже свидетельствует этот элемент подготовки. И полное отсутствие провокации со стороны конкретно жертвы преступления. То есть, жертва ничем его не провоцировала. Кроме того, что она пришла поддержать определенную группу населения, она его лично ничем не провоцировала. Соответственно, я думаю, что здесь будет приговор о преднамеренном убийстве. За это конкретное действие он получит, я предполагаю, еще раз это предположение, я предполагаю, что он получит пожизненное заключение. И за остальных раненых людей, я думаю, что будет назначено еще несколько лет. То есть, порядка 25 лет за решеткой ему гарантируют? Не всегда. Пожизненное заключение – это пожизненное заключение. Там есть свои определенные юридические тонкости, когда его ограничивают 25 годами, а бывает так, что и нет. А, то есть, может быть, он и… Бывает так, что и нет. В буквальном смысле. В рамках реформы Гостелерадио, которую проводит Министерство связи, которым руководит премьер-министр, он же министр связи, Бениамин Этаньяу, легендарной радиостанции РЭКО, которую знают все русскоязычные израильтяне, грозит закрытие. Депутаты Константин Развозов от партии Ешатид и Тали Плосков от партии Куляну, это оба русскоязычные депутаты, обратились с письмом-требованием к Бениамину Нейтаньяу с тем, чтобы он предотвратил закрытие радио РЭКО. У нас в гостях член правкома сотрудников Гостелерадио Виктория Долинская. Здравствуйте, Виктория. Шалом, здравствуйте. Здравствуйте. Можете ли Вы прокомментировать перспективы и каким образом может помочь обращение депутатов? Мне неизвестно, как может помочь обращение депутатов, но любое слово, сказанное за работников Гостелерадио, за работников Радио РЭКО, мы очень надеемся, что возымеет свое воздействие. Дело в том, что 30 августа должно состояться голосование по закону, по поправкам к закону о Гостелерадио, новой вещательной структуре Израиля. В рамках этого закона, я напомню, это даже не реформа, это новый закон, он ликвидируется, и мы сейчас находимся в процессе ликвидации, это вся структура Гостелерадио нынешняя, и будет создана новая структура, в которой, как нам обещают, найдется место и для, естественно, радиостанции, адресованной новым репатриантам. Трудно представить государственное вещание в Израиле без того, что не будет радиостанции по абсорбции новых репатриантов. Для нас это же невозможно. Конечно, потому что радио РЭКО, которое звучит так привычно, что значит РЭКО? Рэшит Клитат Алия, радиостанция по абсорбции новых репатриантов. Это уже фирма, это уже просто какой-то товарный знак. Это в генах. Это в генах. Все-таки 24 года, а скоро и 25 лет с того момента, как начала вещать РЭКО, это не просто так куда-то в небытие, в песок утекающее время. Это не то, что мы надеемся, что наш труд скорбный не будет забыт. Но в рамках закона предыдущего было предусмотрено, что только небольшая часть сотрудников Гостелерадио, прежнего Гостелерадио, перейдет в новый вещательный комитет. Он будет называться тоже по-другому. Израильское теле- и радиовещание. Это по просьбе министра, который является министром в Министерстве связи, Офера Акуниса, добавлено слово «израильское». Итак, «израильское теле- и радиовещание». Но в каком составе и кто будет вещать на этой радиостанции, нам неизвестно. Потому что это будет совершенно новая структура. И очень важно, что произойдет в этот день, что произойдет 30 августа. Проголосуют ли те, кто находится в этой комиссии, это комиссия Анегби, специальная комиссия под председательством депутата Кнессета Цахи Анегби, проголосуют ли они за то, чтобы судьба бывших работников Гостелерадио, но особенно радио, которому никогда ни у кого ни на русском, ни на других языках, на котором вещает Гостелерадио, не было никаких претензий. Решетбет, это тоже Марка, и другие радиостанции. Что будет со всеми этими сотрудниками, которые абсолютно не повинны в том, что происходит реорганизация, создание нового. То есть есть как бы две части. Это новая структура, старая структура, которая закрывается. И что будет с людьми, которые работали в этой закрывающейся организации. Так что вот это большой вопрос. Какие поправки, по которым будут голосовать, видимо, будут включать и вопрос, связанный с судьбой работников бывшего Гостелерадио. Многие в рамках этой реорганизации добровольно уходят на пенсию. Есть некая программа по... Да-да, есть некая программа, есть программа поощряющая выход на досрочную пенсию, с неплохими компенсациями. Правда, программа эта движется очень и очень медленно, потому что по каким-то причинам не успевают даже встретиться со всеми, кто подал уже заявки, хотя бы проверить, что им полагается в рамках этой особой программы по увольнению. Так что из нескольких сотен человек, только 100 с небольшим человек уже узнали, что им полагается и приняли решение. Хотя в потенциале может быть гораздо больше. Но у нас на радиостанции, если говорить конкретно о РЭКе, который нас так волнует, у нас из 90 человек, с которыми мы начинали вещание в 1991 году, сейчас остались 24, а через несколько дней нас останется 22. И даже им не гарантировано трудоустройство. Да, и мы не знаем, что с нами будет. Мы не знаем, что с нами будет, потому что если останется то, как было в старом законе, всего 25% от нового состава, а новый состав будет очень маленьким, тоже по старому закону, 700 с чем-то человек, нетрудно посчитать, что это 100 с чем-то человек. Трудно представить, что все 22 человека будут с радио РЭКа, если всего 174 человека, и с телевидения, и с радио, и всех профессий, и всех должностей. Понимаете, тут большая проблема, то есть нужно подумать о людях. И этим сейчас, в общем-то, и занимается вся профсоюзная организация, все профсоюзные организации Гостелерадио, на эксцах несколько, и два союза журналистов, Юрусалимский и Тель-Авивский, и то, что называется нашей главной организацией Гударци, то есть все израильские объединения журналистов. 28 числа состоится специальная конференция, на которую приглашены все, кому дорога судьба, мы не обращаемся к политикам, кому дорога судьба Гостелерадио, и конкретных людей, потому что у микрофона сидят люди, перед телекамерой сидят люди, да, и что с нами будет, что будет с этими людьми, которые никак не виноваты, скажем, в том, в какую ситуацию попало Гостелерадио. У нас есть богатый опыт работы, у нас есть уже, понятно, что нужно делать это все более современным, и мы очень надеемся на то, что будут и все средства для того, чтобы мы соответствовали 21 веку, что будет лучше и технологическое обеспечение, техническое обеспечение Гостелерадио, или как бы оно там ни называлось, израильская структура теле- и радиовещания. Но судьба тех, кто включает микрофон, тех, кто сидит у микрофона, тот, кто сидит перед камерой, она сейчас просто неизвестна. В большом тумане многие, я должна вам сказать, находятся, и это не для красного сладца, а в состоянии неприходящего стресса. Ощущаете ли вы поддержку со стороны слушателей многолетних? Очень, очень. Вот что касается наших слушателей, то они ужасно переживают. Они, как только видят такие сюжеты, читают публикации, они очень переживают, очень переживают за нас. Но поддержка слушателей – это великолепно. Однако те, кто будут голосовать на этом заседании, это не менее важно. Те, кто будут принимать решения, они должны ощущать и знать об этой поддержке. Безусловно. Я думаю, что те, кто… Власть придержащие, те, кто принимают решения, они должны понимать, что… Поскольку Радио Река – это часть общины, в основном, конечно, русскоязычной, и амхарской, и англоязычной… У нас много языков, да. Да, то у этого будут какие-то однозначные последствия. Если просто извлечь вот эту вот часть организма, просто отрезать ее, то у этого могут быть последствия на выборах. Понимаете как? Дело в том, что хотят, и об этом говорил министр Офера Кунис на специальном заседании комиссии по аллее абсурдции, которая проходила в КНЕСТе, что радиостанция Река будет вообще вещать 24 часа на русском языке. Вместо? Такой план, 24 часа в новой структуре 24. Это же прекрасно. Это великолепно. Понятно, что те 22 человека, которые сейчас работают, не смогут заполнить все 24 часа, и понятно, что должна влиться какая-то новая струя, новые сотрудники. Но что будет с сотрудниками, у которых есть уже опыт, и трудно сказать, что мы плохо работали. Всегда есть простор и место для улучшения, безусловно. Мы сами это знаем, у нас иногда не хватает просто для этого элементарных средств, потому что мы часть этого большого механизма, который находится в финансовом затруднении. Вольются новые силы, но у старых сотрудников, у которых есть такой большой опыт, выбрасывать на улицу людей... Не старые, а опытные. Опытные сотрудники. Мы уже называем себя не новыми, а старыми репатриантами. Так вот, выбрасывать весь этот опыт на улицу... Ни в коем случае нельзя. А если не будет принята поправка к закону, это предусматривающее, то это может произойти. Потому что многим тогда придется уйти. Трудно представить, что из малого количества людей, которые будут приняты на работу в новой организации, после ликвидации старой... То есть вот старая дверь закрывается, новая открывается. И закон ограничивал прием тех бывших сотрудников в новую организацию. То есть мы говорим сейчас о некой поправке, которая бы позволила, не ущемляя интересов государства и бюджета, позволить существовать... Да, те, кто захочет продолжить, потому что явно найдется те, кто захотят уйти на досрочную пенсию, те, кто ушел сейчас, уйдет на пенсию, пока все это произойдет. Так вот, почему бы не позволить тем людям, которые работали, продолжить, продолжить работу, будучи базой, на которой будет построена уже более современная, новая, дай бог, 24 часа вещающая радиостанция. Это вопрос? Мы однозначно за. За русскоязычный израильский канал, легендарный канал РЭКа, Виктория Долинская. Спасибо за поддержку. Спасибо вам. Сегодня 24 августа, и мы отмечаем 24-ю годовщину независимости Украины. Важнейший государственный праздник. Что получилось? Что получилось не очень? Есть ли повод для оптимизма? Какое будущее ожидает эту одну из скрупнейших европейских стран? С нами Шимон Бриман, эксперт по Украине, журналист. Шимон, добрый день. Добрый день. Добрый день, здравствуй. Да, с праздником вас. Спасибо большое. Буквально пару часов назад как раз выступал президент Украины Порошенко и произнес такую интересную фразу, что война за независимость Украины продолжается. И эта мысль очень хорошо отражает ситуацию момента, потому что у украинского народа, несмотря на 24-ю годовщину независимости, есть полное ощущение, что приходится бороться за эту независимость, как будто она провозглашена только вчера. Понятно. И, как мы знаем, эта война идет как минимум уже полтора года. Я хотел бы уточнить вот по понятийному ряду. Когда мы говорим Украина, народ Украины, источник суверенитета, все еще остается вопрос, а есть ли вообще украинский народ? Мы видим, что люди до сих пор говорят на разных языках, хотя и похожих, по-разному относятся к происходящим событиям. Есть ли вообще за 24 года сформировался ли украинский народ как таковой, как нация? Украинская нация как таковая безусловно есть, и она существует много веков, у нее есть богатая культура, есть свой собственный язык. То, что касается украинской политической нации, то она как раз-то и сформировалась за годы независимости. И опять-таки я процитирую сегодняшнее выступление Порошенко, потому что оно очень свежее. Он там специально поставил акцент не на этнический характер украинского народа, а на то, что за последние годы и в особенности за последние полтора года войны сформировалась украинская политическая нация, которая объединяет самые разные этнические языковые группы сегодняшней Украины. То есть в сегодняшнем политическом мейнстриме что ли Украины есть такое мнение, что украинцы это граждане Украины, каких бы взглядов этнических групп они не представляли. и мы видим, например, что более половины добровольческих батальонов и украинской армии, которая сегодня сражается на востоке страны, это вообще русскоязычные солдаты и офицеры и добровольцы. То есть это ни в коем случае не что-то что отрицает русский язык в корне. Мы сегодня кстати в Украине видим феномен украинского русскоязычного патриотизма такого проукраинского. То есть можно быть патриотом Украины и защитником Украины говоря при этом на русском языке и чувствуя себя абсолютно комфортно в современной стране. Спасибо. А как же объяснить тогда что вот эта часть народа неважно русскоязычного украиноязычного идет сейчас войной мы видим в принципе и в украинских сайтах мы видим отображение того что вроде бы планируется наступательная операция есть несколько десятков тысяч солдат и офицеров которые стоят у границы с самопровозглашенными республиками. То есть как же одна часть народа идет войной на другой и несмотря на это мы можем утверждать что это один народ все таки Донецк и Луганск и Донбасс это же тоже часть Украины как же можно их уничтожать? Их никто не собирается уничтожать и украинские войска находятся на своей собственной украинской территории то есть это не то что они вдруг пришли в какую-то чужую страну они стоят в своих городах и селах в то время как на территории вот этих самопровозглашенных так называемых республик там находятся как минимум многотысячный состав российских военных советников специалистов офицеров спецназовцев там находятся сотни переданных из военторга Москвы танков артиллерийских установок и тому подобное то есть украинская армия находится на своей территории это как минимум что касается противоречий между жителями там Донецка Луганска и остальной Украины то я бы не хотел сейчас вдаваться в эти подробности в День независимости давайте может быть поговорим и ответим на первый ваш вопрос чего достигла Украина за 24 года давайте падение экономики самое большое в мире за последний год кроме войны кроме войны там есть и жизнь нормальной страны и вы правильно отмечаете что экономика Украины находится сейчас на большом спаде и за последний год гривна рухнула где-то получается втрое то есть население испытывает большие финансовые потрясения и есть в стране некоторое разочарование от тех реформ или недореформ которые так и не реализуются в полной мере новым правительством Яценюка я имею ввиду с другой стороны несомненным достижением является то что страна есть страна сохранилась и страна выдержала полтора года вот такой войны и те испытания которые она перенесла за полтора года это те испытания которые никакая другая европейская нация за последние десятки лет может быть не испытывала и один из моментов вот почему Порошенко говорит что война за независимость продолжается и идет сейчас на наших глазах потому что в 91 году независимость была получена Украиной просто на тарелочке с голубой каемочкой то есть никто особенно не боролся летом 91 за то чтобы появилась такая независимая страна мы помним был распад союза был путь подавление путь и собственно Верховная Рада Украины проголосовала 24 августа 91 года за независимость просто потому что так совпали обстоятельства то есть в Москве был подавлен путь и Украина проголосовала за то чтобы не иметь ничего общего с вот этими московскими разборками с московскими событиями но понятное дело что этому проголосованию независимости была огромная предыстория то есть десятки лет борьбы в подполье всех групп и так далее то есть на данный момент вы считаете что если мы подытожим эти 24 года уже почти четверть века то в принципе вот эти вот ожидания которые были тогда в 91 году они оправдались вы считаете так или иначе интересно наверное будет сказать что никто не ожидал что русские пойдут войной на украинцев да да то есть так как независимость упала буквально ну можно сказать как подарок с ним да да как подарок на украинское население то и народ к этому относился как к чему-то само собой разумеющемуся ну окей мы независимы да а тут вдруг получается что за эту независимость приходится бороться и не просто бороться а проливать кровь то есть настоящая независимость это только как у евреев нужно ее выстрадить только тогда она будет настоящей совершенно верно и именно поэтому вот я полтора года просто вижу во всей украинской прессе постоянно идет мысль о том что мы это Израиль вот восточной Европы что мы должны брать пример с Израиля что вот то что пережил Израиль в 48-м в 49-м в 67-м в 73-м вот это все то что мы переживаем сегодня то есть вот эта мысль она прослеживается у многих украинских публицистов добровольцев волонтеров на фронте у офицеров они действительно видят себя вот молодым Израилем который борется за свою независимость то есть мы в этом отношении действительно на данный момент светоч народов не только в библейском смысле но и в таком утилитарном в чистом виде в чистом виде не проходит недели чтобы в украинской прессе не появилась какая-то статья о том что мы должны учиться у Израиля вот в такой-то сфере в такой-то сфере и не только военные то есть они пытаются перенять опыт Израиля в сельском хозяйстве в системе образования все время сравнивают что есть в Израиле и чего нет у нас они действительно да а вот тотальная мобилизация которая объявлена в последние дни недели это это тоже некая попытка имитировать или копировать или использовать опыт израильский или это какая-то вынужденная мера чисто точечная я бы не назвал эту мобилизацию тотальной то есть при слове тотальной в рамках закона конечно тотальная мобилизация у меня сразу вспоминается 44-й год гитлеровская Германия фолькштурм когда набирали там 55-летних людей с фаустпатронами ничего подобного в Украине нет то есть 45-ти миллионная страна мобилизовала примерно 250-ти тысячную армию то есть это минимальный процент населения вот из них примерно 20% вот сегодняшних служащих в армии на фронте это вообще волонтеры добровольцы то есть каждый пятый это добровольец и идет обычный призыв уже было сделано 6 призывов и в принципе многовато за полтора года нет война война то есть на данный момент в районе Донбасса украинская армия составляет где-то около 50 тысяч человек то есть вот действующий состав то есть это не такая и большая цифра учитывая что примерно столько же находится на вот той стороне фронта у сепаратистов плюс еще где-то 40 тысяч российских солдат и офицеров с техникой находятся в приграничных районах России рядом с границей Украины то есть это в принципе небольшие цифры которые измеряются в десятках тысяч человек то есть не идет речь о том что миллионы призваны в армию то есть ничего подобного нет но другое дело что сама эта война она высасывает силы и соки из украинской экономики это безусловный факт и то что большую часть бюджета приходится теперь тратить на военные нужды это тоже бьет по экономике последний вот такой факт интересный что украинская оборонная промышленность научилась регулярно делать поставки фронту и ожидается что буквально в ближайшие месяцы будет поставлено 300 новых танков даже так да да два дня назад два дня назад Порошенко приезжал в Чугуев в танковую дивизию и вручил там новейшую технику именно украинского производства то есть украинский оборонпром оживился можно сказать возродился из того состояния в котором он был все годы этой независимости за которую не приходилось бороться теперь когда приходится бороться так люди мобилизуют мобилизуют свои усилия в том числе и военная промышленность спасибо еще один вопрос этот вопрос опять же который является неоспоримым фактом это катастрофическая демографическая ситуация в Украине украинцы реально вымирают несколько сот тысяч украинцев каждый год просто исчезают потому что рождаемость намного намного ниже смертности опять же в этом в этой связи если мы возвращаемся к тому же если будущее Украины потому что если каждый год терять до полумиллиона граждан то на каком-то этапе просто некому будет жить в Украине как вы считаете есть ли возможность переломить как в России например переломили эту проблему один из факторов который влияет на уменьшение населения это не только смертность а выезд людей трудоспособных кадров за рубеж навсегда кто-то уезжает на год два три пять семь то есть на данный момент несколько миллионов украинцев уже много лет работают в странах Евросоюза это зарубичаны так называемые да 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 в чистом виде причем есть там случаи что целые деревни из западной Украины там переселяются куда-нибудь в Португалию Италию или еще куда-то вот и потом они или возвращаются или пересылают деньги то есть есть фактор массового такого отъезда на заработки и многие люди через годы возвращаются что касается вот демографии то до начала всех этих военных событий если бы мы вот представили себе карту Украины по областям то самая худшая ситуация с массовой смертностью и с массовыми абортами это была именно ситуация Донецка и еще больше Луганской областей то есть там как раз демографические вот параметры были самые катастрофические в то время как чем чем дальше мы идем по карте на запад там выше рождаемость и меньше абортов то есть это все тоже приводит к росту населения то есть можно сказать что потеряв вот эти два региона Украина потеряла самые страшные с демографической точки зрения места то есть те регионы где была самая высокая смертность и самая низкая рождаемость и один из самых высоких в Европе процентов абортов на количество рождений это была Луганская область депрессивный регион такой да 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 в чистом виде вот такая ситуация то есть безусловно 45 миллионный народ никуда не может исчезнуть украинский народ будет оставаться одним из крупнейших народов Европы вот и кстати сейчас есть большая такая тенденция что ли пропагандистская можно сказать что направлено на укрепление семьи на рождаемость и так далее то есть популяризируется ментальный перелом такой в сторону более крупных семей да да прекрасно Шимон Бриман с оптимизмом в будущее украинско-израильский эксперт и журналист спасибо Шимон так и есть спасибо всего хорошего с праздником вчера высший суд справедливости в расширенном составе из пяти судей разрушил многолетний статус кво и обязал правительство точнее главу правительства изменить статус заместителя министра здравоохранения Якова Лицмана в течение 60 дней на статус министра с комментарием мы обратились к известному израильскому адвокату Александру Шмерлингу чтобы понять в чем была проблема почему они до сих пор этого не делали и что изменится сейчас здравствуйте Александр добрый день что же произошло что что изменилось что так резко изменилось вчера почему в прессе столько восторженных или например с другой стороны разгневанных откликов на это решение суда чем оно замечательно на самом деле речь идет о смене традиций которые существуют ни много ни мало примерно 1800 лет еще со времен первого Сан-Ядрина после подавления восстания Баркокбы было принято решение одно из важнейших галактических постановлений которое предполагает некий такой отказ от еврейского народа от того чтобы грубо говоря торопить историю вот этот вот эта идея она проходит сквозной нитью через все учение рабинистического равинистического иудаизма поэтому именно поэтому ортодоксальные религиозные партии скажем так не очень положительно относятся к государству Израиля к самой идее создания государства Израиля поскольку усматривает в нем вот это вот некое такое поторапливание историй и попытку и попытку ускорить приход мессии сугубо сугубо светскими секулярными методами именно поэтому на протяжении всей истории существования государства Израиля ультраортодоксальные и ортодоксальные иудейские партии не принимали формального участия в деятельности государства и во всяком случае не входили избегали того чтобы формально реально входить в состав правительства государства Израиля кстати сказать самый первый министр социального обеспечения Саар Асад был представителем партии Аду Татура и он да все таки входил в правительство но с тех пор мудрецы Торы решили что это неправильная позиция именно поэтому на протяжении всех этих лет в тех случаях когда когда ортодоксальные еврейские партии иудейские партии были входили в состав коалиции как правило в качестве представителя в правительстве назначался представитель их представителя в правительстве назначался на должность на пост заместителя министра при этом формальным министром продолжал оставаться премьер-министр То есть сейчас... Такого животного, как заместитель министра, с полномочиями министра, нет и быть не может. Это либо корова, либо овца. Поэтому не будем забывать, в стране действует закон, который так и называется «Основной закон о правительстве», который достаточно четко, жестко, в десятках статей описывает полномочия министров и то, каким образом должны выполняться их. При этих обстоятельствах породить вот такую, я бы сказал, несуществующую и непредусмотренную законом должность как замминистра с полномочиями министра, конечно же, не вяжется не только со здравым чувством, но и с законом. Именно этой практике и положил конец вчера богатств, восстановив совершенно четко и жестко, что отныне и навсегда, в течение, так сказать, еще через 60 дней мы должны расстаться с этим чудом природы и в дальнейшем к нему не возвращаться. Да, что интересно, странным образом и совет мудрецов Торы, скорее всего, разрешит Лицману занимать этот пост, так что и галактических проблем там, скорее всего, не будет. Да, это бог, да, это бог, хватит играть в игры и по большому счету, безусловно, следует приветствовать подобные решения. То есть у нас на самом деле есть свидетельство того, что раввинистический иудаизм подгоняет свои нормы, галактические нормы, под некую реальность, которая, скажем так, навязана неверующими евреями. Ну, я бы не так формулировал, это просто меньше условностей в практической деятельности представителей ультра-ортодоксальных религиозных партий. Но бытие продиктовало сознание в данном случае. Вполне можно так сформулировать происшедшее, но тем не менее, скорее смешно, скорее грустно, чем смешно, потому что на протяжении десятилетий существовала некая условность, с которой мирились все участники этого процесса, а в политике это совершенно недопустимо, особенно когда речь идет о законе, о реализации властных полномочий конкретными должностными лицами либо учреждениями. Да, но в данном случае все приняли тот факт, что закон, светский закон, он выше, чем законы религиозные. И даже ультра-ортодоксы с этим смирились. Я бы не формулировал таким образом. То есть это не прецедент, который изменит, в принципе? Я не думаю, что это можно определить как прецедент, тем не менее, мы с вами столкнулись с ситуацией, при которой представители ультра-ортодоксальных иудейских кругов, еврейских кругов, которые хотят включиться и принимать участие в государственной деятельности, вынуждены считаться и действовать в соответствии со светскими законами, а не только руководствоваться теми правилами и нормами, которые выработаны их собственными идеологиями, продиктованы их идеологией. Спасибо, это было очень интересно. Спасибо за подробное разъяснение. Адвокат Александр Шмерлинг. Мы попытаемся понять, не создалась ли таким образом коллизия. Ведь, с одной стороны, партия Яду Татура, членом которой является Яков Лицман, не признает еврейское государство, и таким образом ее представители не занимают министерских постов. С другой стороны, правящая коалиция без фракции Яду Татура просто перестанет существовать. Поэтому без ее голосов нам просто придется идти на выборы. У нас в студии политолог, профессор Барландского университета Зеев Ханин. Здравствуйте, профессор. Здравствуйте, Михаил. Что же нас ожидает в этом случае? Что будет в течение ближайших 60 дней? Я думаю, что тут нет никакой драмы, хотя внешне это действительно выглядит так. По большому счету, давайте разберем ситуацию на составляющие. Первая проблема, связанная с традиционным подходом блока Яду Татура. На самом деле, Яду Татура – это блок трех партий или двух с половиной. Исторически он был сложен из хасидской партии, возникшей еще в Европе, то, что называется Агудат-Исраэль, Союз Израиля. Плюс там есть рабочее крыло этой партии, Пуалия Агудат-Исраэль, которая, видимо, один или два раза в истории шла на выборы самостоятельно. Но, в общем, это было, как некоторое такое рабочее, поселенческое, бывает и такое, подразделение партии Агудат-Исраэль, рабочее крыло Союза Народа Израиля. Ну и в этот же блок входит и партия, в свое время основанная представителями лесод литовского или мяснакского течения иудаизма под названием Дегеля Тора, Знамя Торы. Так вот, собственно, то, что объединяет эти политические партии, предки которых в Восточной Европе, ну просто, как бы это выразиться, рядом не садились на одной скамье в синагоге, поскольку представляли идеологические конфликтующие между собой течения, то, что их объединяет в Святой Земле и в государство Израиль, это, в общем, то, что они полагают, что еврейское государство, когда оно будет создано, оно будет создано не иначе, как по повелению Всевышнего, после того, как придет Машеях. А светские или современные религиозные сионисты, в общем, взяли на себя те функции, которые может только делегировать этому самому Машеяху Мессии Всевышний. То есть, с их точки зрения, государство Израиль является обычным диаспоральным государством, которое они признают де-факто, но не де-юре. Понятно, есть и некое такое ультрарадикальное крыло, как на Тора и Карта, которое не признает государство Израиль ни в каком качестве и не желает иметь с ним никакого дела, а вот те партии, о которых мы говорим, признает государство Израиль де-факто, участвует, как мы видим, в выборах, не отказывается от государственного финансирования собственной системы образования, социальных институтов и так далее и тому подобное, и даже иногда предъявляет претензии, полагая, что государство недостаточно хорошо о них заботится. Входясь в эту коалицию, они понимают, что они сегодня, от Бенемина Натаньяху, который, как вы очень правильно заметили, возглавляет минимально возможную коалицию из 61 депутата Кнесета, благодаря этому, благодаря самому весу, 7 депутатов от Сефардской ультра-ортадоксальной партии ШАС и вот 6 депутатов от Блока и Адута Тура могут получить такие дотации с бюджета, которые при другом политическом раскладе им, по большому счету, наверное, получить бы не удалось. Так что в этом смысле интерес этого блока, несомненно, находится в коалиции. Почему возникла проблема? Проблема возникла потому, что вот это признание государства Израиль де-факто и отказ признавать де-юра означает нежелание находиться в составе правительства, в ранге полноценного министра. Ибо министры, как мы хорошо знаем, не только управляют своими ведомствами, как в данном случае Яков Лицман управляет Министерством здравоохранения, но и несут коллективную ответственность. То есть идентифицируется полностью с миссией государством Израиль и с его исторической миссией, то есть быть национальным домом для еврейского народа. Надо сказать, что с этим как раз у религиозных ультраортодоксов еврейских есть большая проблема. Но с другой стороны, существует и прецедент. Собственно говоря, одна из этих партий в свое время, вот та самая упомянутая Агудат Исраиль, делегировала на заре истории страны своего представителя в правительстве в ранге полноценного министра. И только потом возникло некое такое галактическое постановление, в соответствии с которым представители ашкеназов ультраортодоксов не должны быть полноценными членами правительственного кабинета. То есть закон, что дышло все-таки? В известном смысле был некий такой вот, как сказать... И религиозный закон. Религиозный закон и государственный, то есть он называется, гражданский закон. Он был, так сказать, возникла ситуация некой взаимной адаптации двух подходов. Подхода традиционной религиозной ультраортодокции. Асионисты, мы не можем их назвать антисионистами, но они однозначно асионисты. Они говорят, что они не являются сионистами, но не являются при этом антисионистами. Они любят евреев, даже если они сионисты. Они лояльны к государству, как, например, религиозные ультраортодоксы были лояльны к Польше, к Румынии, Венгрии и лояльны сегодня России и Соединенным Штатам Канадии. Но они не считают его еврейским. Но при этом, разумеется, не считают его еврейским. С другой стороны, на личном, на персональном уровне, они тысячи, миллионы нитей связаны с теми самыми ультраортодоксами, не ультра, а просто ортодоксами сионистами, вязанными кипами, сторонниками партии Мавдал, Еврейский дом, их много в других сионистских партиях, для которых отношение к государству Израиля это как служение храму. У них государство вместо храма, и поэтому они работают, служат в армии и, естественно, признают государство Израиль как первая стадия пришествия Мессии. Личные, семейные, соседские отношения с этими другими религиозными ортодоксами, естественно, постепенно привели к тому, что и ультраортодоксы признают не только де-факто, но и даже в какой-то элемент юридического признания Израиля как еврейского государства, чего стоит только, например, появление на стыке этих двух течений, религиозных сионистов и религиозных не-сионистов, того, что мы называем хардаль, то есть ультраортодоксально-национальный лагерь, часть которой признают государство как религиозные сионисты, но ведут образ жизни, который больше похож на этих самых ультраортодоксов. Так что время делает свое. Светско-религиозный статус-кво, который в свое время возник, постепенно втянул обе стороны в некий процесс. Светские традиционалисты и религиозные сионисты с все большим пониманием относятся к тому, что у других групп евреев может быть свой образ жизни, а ультраортодоксы понимают, что сионистское государство есть некоторая гарантия существования еврейского народа вообще и во всяком случае на территории Ближнего Востока в частности. То есть это ползучая сионизация этого сектора? Ползучая сионизация, с другой стороны, можете сказать, что это ползучая возвращение к религии, возвращение к корням определенной части и религиозных сионистов и светских. Посмотрите, какое количество людей, то, что называется хозырим-бачува, то есть возвращается к ответу, начинают понимать еврейство не только в сугубо национальном, но и в национально-религиозном смысле этого слова. Поэтому я думаю, что решением проблемы станет постановление высшего органа Блока и Адута Тора, или обеих партий, которые туда входят, Совета Мудрецов Торы, о том, что должен быть создан прецедент, тем более, что прецедент уже существует, и заместитель министра здравоохранения, который де-факто является официальным министром здравоохранения, у нас является премьер-министр, как это бывает в такой ситуации, могут взять на себя эту функцию. Но тут мы с вами, поставив точку, должны ее немедленно перевести, как сказать, исправить в запятую, или точку с запятой, потому что тут есть еще и юридическая проблема. Я понимаю, что вы обсуждали ее со специалистом в этой студии, но я бы сказал, может быть, с вашего разрешения, два слова о политических импликациях этого дела. Благодарю вас. Так вот, тут мы имеем дело с, как бы это сказать, с одной стороны, с некоторой халатностью. Эта халатность возникла в ситуации, когда изменяли основной закон о правительстве. Это случилось, как мы помним, в 2003 году, когда Ариэль Шарон вновь решил внести в закон о правительстве поправки, вернув ситуацию, политическую систему страны из премьерско-парламентской к чисто парламентской. До этого у нас был такой эксперимент, мы три раза шли на выборы, прямые выборы премьер-министра, отдельно голосуя за кандидата на пост премьера, была такая квази, как говорят, президентарная, премьерско-президентская республика у нас, и отдельно голосуя за партийные списки, Шарон повернул ситуацию назад, к стороновой системе, но и забыли внести изменения в этот самый основной закон о правительстве. В итоге возникла некая ситуация, которая позволяет трактовать его двояко. С одной стороны, есть юристы, которые могут сказать, что нет никакой проблемы, и может существовать постоянно действующий замминистра, без того, чтобы над ним не было министра, то есть формально эти обязанности исполнял премьер, и есть юристы и государствоведы, политологи, которые полагают, что на самом деле этот основной закон о правительстве нужно трактовать таким образом, что это может быть ситуация, исключительно действующая в режиме чрезвычайного положения. Это именно то, что вчера акцентировал Высший суд справедливости, особенно национально-религиозный судья Олег Аким Рубинштейн. Абсолютно верно. Стало быть, в итоге возникла еще более интересная ситуация. Давайте не будем забывать, что премьер-министр, он не только министр тех министерств, которые он передал в непосредственное управление заместителем. Министерство здравоохранения, Лицман, Министерство связи, Министерство иностранных дел, Министерство регионального развития, он формально министр во всех этих четырех. Один из них, Министерство здравоохранения, одно из них, как бы, так сказать, домен блока Ядута Тора, еврейства Торы, но остальные три ждут своего часа, когда в правительство вернется либо наш дом Израиль, либо присоединится сионистский лагерь, либо будет что-то там еще. Другое дело с Министерством связи, которое, видимо, будет передано либо вновь прибывшему члену коалиции, либо кому-то из ликудников, когда премьер-министр завершит процесс, так сказать, реализации... Очистки рядов. Верно, да, то есть когда коалиция примет необходимый пакет законов, связанных с Министерством связи или вообще с системой связи, средств массовой информации, государство Израиль. И, наконец, избавит премьера от всех этих неприятностей, бесконечных конфликтов с ультралевыми, как ему кажется, СМИ. Так вот, Верховный суд справедливости, приняв вот такое прецедентное решение, поставил вопросы таким забавным образом, о котором никто не подумал. Вообще-то премьер-министр у нас еще и министр Министерства главы правительства. То есть то, что в других странах называется премьерской или президентской администрацией. Стало быть, если прав Верховный суд справедливости, которые играют у нас роль конституционного суда при отсутствии писанной Конституции, значит, премьер-министр невластен над своей администрацией. Это хороший вопрос, как быть в этом случае. Короче говоря, понятно, что события будут теперь развиваться по двум направлениям. Первое, религиозный истеблишмент, религиозно-политический. Совет мудрецов Торы, партии, входящих в блоки Адута Тора, должен будет принять решение, позволяющее представителю их партии войти в сионистский кабинет. И, скорее всего, они это... И, скорее всего, это произойдет. И второе, это то, что, наконец, юридический советник правительства и кабинет по законодательству поймет, что тут и в праве, в государственном праве есть некая лакуна, и вернет ситуацию на круги своя, позволив премьеру в случае необходимости занимать пост министра, передав непосредственные управленческие полномочия заместителю министра, не только в режиме чрезвычайного положения, но и вообще, так сказать, в обычной ситуации, что крайне актуально для нынешнего правительства и нынешней коалиции, которая функционирует в стабильно предкризисном состоянии. Как мой научный руководитель, профессор Селедзевский говорил, стабильно неравновесная политическая система. Это вот ровно то, что мы в данный момент имеем в виду. Можем ли говорить мы таким образом, что по результату петиция, которая была подана в высшей справедливости оппозиционной партии Яшатид, антиклирикальной партии с антиклирикальными лозунгами, она, в принципе, сыграла на руку коалиции. То есть она разрубила этот Гордиев узел, причем в стратегическом смысле, и даже вчера мы слышали о том, что Яйр Лапид, председатель списка Яшатид, сказал, что Яков Литцман будет прекрасным министром здравоохранения, при том, что предыдущий министр, Яйр Герман, которая относилась к списку Яшатид, она, в принципе, не прославилась какими-то серьезными реформами. Ну, это верно. Подобного мнения придерживается, скажем так, подобное мнение мы слышим не только в среде широкой общественности, но и, скажем так, среди работников в кругах, близко к самому министерству здравоохранения, к высшим условиям этого министерства. Как бы там ни было, я думаю, что ответить на ваш вопрос можно утвердительно. Ответ – да. Не факт, что именно это имел в виду Яйр Лапид, Яйр Лапид даже не имел в виду Якова Литцмана, он не имел в виду очередной наезд на ультра-ортодоксов. Он имел в виду свой тактический успех, а главное, имел в виду некоторую атаку на премьер-министра, чтобы поставить его в неудобное положение. Ну и теперь все, что ему остается, это, скажем так, сделать хорошую мину при плохой игре, или наоборот, если это так, то остается только радоваться, что он имел в виду совершенствование из уральского государственного права. И если это так, то это ему вполне удалось. Прекрасно. Так мы достигли гармонии, начиная со вчерашнего. Чего и всем желаем. Чего и всем желаем. С вами был я, Михаил Юровский, программа «Тема дня», канал ИТОН-ТВ.